для работы в яндекс такси хочу порекомендовать надежного и сертифицированного партнера называется эксперт пар комиссия всего 50 рублей в сутки выплаты без комиссии на карту любых банков подключайтесь онлайн прямо с сайта через любой удобный мессенджер подключают также водители и п и самозанятых и они помогают с налоговой отчетностью для и п эксперт парк выпускает для своих водителей бесплатные карты с кэшбэком с заправки например карту банка открытия кэшбэк 6 процентов заправок или почта банк кэшбэк 3 процента заправок и один процент слевых покупок открывают карты других банков вся информация на сайте совсем скоро у них запуск нового проекта по созданию сайтов эксперт парк диджитал если у вас свой бизнес они сделают вам еще и сайт имейте ввиду их копируют недобросовестные конкуренты сотрудничайте только с оригинальным эксперт парк ссылка на их сайт и youtube канал под видео ребята всем привет я алексей спиридонов и добро пожаловать ко мне на канал в одном из прошлых роликов я сдавал на права в америке это был теоретический тест я его сдал ссылочка на это видео будет здесь и сегодня у меня вождение или драйв-тест как здесь его называют после того как вы сдали теорию ваша анкета в базе dmv и драйв-тест можно сдавать а в любом другом отделении dmv не обязательно там где сдавали теорию мне посоветовали район винетка потому что там практически нет пешеходного трафика почти нет велодорожек и очень очень мало ездит автомобиль в общем это такая маленькая деревня в которой очень легко сдать вождение еще мне советовали сдавать в районе ван найс и еще какой-то район не советовали но точно где не стоит сдавать на вождение в лос-анджелес так это в голливуде потому что в голливуде все очень сложно и в голливуде экзаменаторы ну прямо будут вас валить если я сегодня не сдаю вождение у меня будет еще две попытки за которые за каждую придется доплачивать амбон по 7 долларов небольшие деньги и если все три попытки мимо если все три попытки на вождение я не сдаю то мне придется все начинать сначала нужно будет ехать сдавать теорию платить 37 долларов госпошлину и кстати если вождение не сдаете в одной в одном каком-то отделении dmv то вторую попытку вождение третью попытку обычно сдают в другом dmv как записаться на тест по вождению можно двумя способами либо позвонить dmv ну так как мой английский не к черту я это делал на официальном сайте dmv ссылочку на этот сайт я оставлю в описании к ролику и запись делается очень легко зашли на сайт выбрали и вэлл был от dmv потом выбираем драйв тест далее выбираем тот dmv в котором хотите сдавать или на карте можно можно и списка у меня была винетка выбираем автомобиль потом пишем ваш номер пермита рядом есть кнопочка show me now нажимая на ее можете посмотреть где он у вас в бумагах этот номер пермита записан потом ваш день рождения номер телефона их готова порядок сдачи экзамена на вождение следующий в сша то есть вы приезжаете на своей машине на своем автомобиле который надлежащим образом застрахован и вас на этой машине должен привести человек у которого калифорнийские права уже есть ну потому что я знаю штате калифорния если вы ставите другом штате соответственно должен быть человек с driver license того штата в котором вы сдаете где найти такого человека у которого все это есть это может быть либо ваш знакомый который живет в лос-анджелесе и у него есть машина на которой полная страховка и у него есть права либо такого знакомого можно найти в интернете очень куча предложений данной услуги и цены там вот стаду 150 долларов за это берут люди но моя жена нашла в интернете человека который делает это за 70 долларов мы подъезжаем к дмв винетки и где-то здесь у нас должна быть встреча с владельцем той машины на которой сейчас буду сдавать на вождение это очередь людей наверное которые стоят на теорию так где бы нам припарковаться внутри по моему большая парковка у них удобно надо не забыть масочку одеть сейчас я буду звонить а вот отличное место рядом с доджем с этим гуляю по территории дмв кстати хочу посмотреть машинки там не подъехали на тест тут этот навес там для машин кто сдает и для тех кто переоформляет машину сейчас покажу эти людям сюда нельзя проходить только машины заезжают здесь у нас слева регистрация машина справа только драйв-тест сдавать время 8.00 очередь начала двигаться уже ждем мальчишка тоже на драйв-тест походу ждет когда начнут чекинить ну вот и все ребят сдал я на права вождение драйвинг-тест как они называют это вот мне дали бумажечку такую так она выглядит и теперь мне сказали что мои права я могу убрать куда-нибудь подальше они мне здесь больше не нужны и теперь только вот по этой бумаге я буду ездить пока ко мне не придет пластик ну то есть пластиковая карточка права приходит она где-то через три недели мне сказали будет возможно раньше очень надеюсь что раньше не удалось заснять как это все происходило немножко волновался да и тут есть проблемы с тем чтобы снимать людей или что-то такое вот поэтому сейчас мы сядем машину я вам расскажу как все прошло что с меня спрашивали я ребята сделал 12 ошибок можно сделать 15 это не критические ошибки офигеть так много я ехал дико сверх аккуратно чем я так обычно никогда не езжу довольно медленно в некоторых местах и не знаю все равно я наделал каких-то ошибок может быть это просто для отчетности что офицеры работал проверял тщательный бдил в общем давайте смотреть экзамен начинается с того что вот как я показывал уже вы заезжаете под этот навес и начинается осмотр машины это вот этот а вот эта часть то есть он смотрит драйвер window если окно у вас виншелд дворники rear view mirrors это у нас зеркала заднего вида это просто наличие да тянь сигнал сигнал поворота brake lights это стоп сигнал у нас tires резина если на машине да foot brake это ножной тормоз horn это сигнал и вот эти выделенные это то что он уже с вас спрашивает emergency или parking brake это у нас тормоз в оптиме на которой я проходил тест там ручник здесь кнопочка на приусе на примере приуса это получается у нас вот этот ножной вот он break push вот так вот это ручник здесь это на этой машине смотря на как вы будете сдавать дальше он спрашивает у вас arm signals то есть arm signals это сигнал рукой сигнал рукой вы должны показать офицеру как они делаются и озвучить их то есть вы он стоит здесь на улице вы высовываете руку в окно и просто говорите это у нас left это у нас right и рука вниз это у нас стоп то есть говорите left right стоп далее по чек-листу у нас windshield wipers это дворники он мне что-то много говорил на английском я понимаю что это дворники я нажимаю дворники показываю что они есть работают он мне говорит don't touch просто показывать just show или ну что-то такое мне сказал в общем я сначала всем нажимал мне потом остановился строго такой don't touch в общем просто показать что вы знаете где это находится дефроста у нас это вентилятор то есть вентилятор который на стеклом вот типа такого значка и у меня он не спрашивал дефроста у меня он спросил air-conditioner то есть кондиционер вот дальше у нас emergency flash он не сказал на самом деле по-другому мне сказал меньше emergency light то есть это аварийка и headlights это основной свет то есть вот вы включаете ближний дальний меня не спрашивал может спросить ближний будет лоббин дальний хайбин и еще вот здесь почему-то не выделено торн сигнал то есть как бы это то что не выделено он просто смотрит то что выделено это он с вас спрашивает с меня он еще спросил кроме этого это turn the left сигнал и turn the right сигнал то есть включить но просто на улице вы включаете поворотники право держите он смотрит сзади смотрит спереди точнее левую теперь правый вот это все работает и окей он садится машина начинается уже тест далее когда машина проверена на в исправном состоянии инструктор садится рядом с вами кстати он стелит себе как в автосалоне полиэтилен под ноги кладет бумагу для себя чтобы не испачкать вашу машину такой сервис и все он говорит ok let's go go ahead или go straight вот не переживайте он с вами не будет разговаривать ни о чем пока вы будете ехать для тех кто не знает английского я вот например не знаю было переживание что ли он начнет что-то спрашивать я им не смогу ответить нет он просто говорит вам turn the left turn the right и показывает рукой туда и сюда единственное что он может сказать вам это pull over или parking диски то есть запаркуйте здесь для того чтобы вы сдали назад вот и что еще поменять линию change или даже мне говорил make the change line или change line to left или make change или change the line right то есть ну поменяйте линию перестройтесь справа влево ну и соответственно вы должны во-первых крутить головой право-лево постоянно чекать проверять нет никого справа слева и при поворотах или перестроениях обязательно такая фишка тут у них если вы перестраиваетесь про ну например в левом в левую полосу то вы должны не просто посмотреть в зеркало вы должны еще проверить мертвые зоны то есть вы должны сделать вот так через плечо посмотреть нет ли там кого-то если вы поворачиваете вправо или перестраиваетесь в правый ряд то вы должны посмотреть в зеркало посмотреть через плечо нет ли никого там и только тогда поворачивать в общем постоянно нужно крутить головой туда-сюда постоянно даже когда вы прямо едете вы посмотрели сюда посмотрели сюда все равно нужно проверять руки нужно держать обе руки Руки на руле. Вот это было непривычно. Я обычно всегда рулю одной рукой, но на тесте нужно потерпеть. Проходит он где-то 10-15 минут максимум. По-моему, за 10 минут мы все прошли. Обе руки должны быть на руле. Это нужно запомнить строго. Теперь давайте прокатимся по городу. Я вам покажу конкретные нюансы поворотов, паркинга, что от вас потребуется. В общем, такие моменты, которые в России точно не встретите или в СНГ, а не только в Америке. Какие-то знаки определенные. В общем, мелкие детали вождения. Поехали, буду показывать. Вот у нас впереди знак стоп. Стоп all way, то есть для всех дорог на перекрестке. Соответственно, мы плавно останавливаемся перед стоп-линией. Считаем до трех. Раз, два, три и трогаемся. Принцип работы такой. Кто первый подъехал к стоп-линии, тот и первый проезжает перекресток. Пока едете, все время, ребята, обращайте внимание на вот такие знаки. Speed limit, на знаки ограничения скорости. Вот здесь написано 25. Соответственно, у вас на спидометре должно быть 20-25. То есть где-то, ну, 5 миль. Такая дельта. Но не больше 25. И постоянно, когда меняется этот знак, будет 35. Значит, вы должны ускоряться. Инспектор все это видит, знаки. Поэтому не забывайте внимательно, смотрите на знаки скорости. Постоянно нужно крутить головой. Опять же, почему? Потому что, если вы смотрите глазами, как обычно, да, ну, как бы контролируете дорогу, экзаменатор не видит ваших глаз. Поэтому нужно крутить головой, чтобы экзаменатор понимал, что да, вы проверяете, да, вы контролируете всю дорогу полностью. Когда едет спецтехника, пожарная или скорая, или полицейские, встаем с краю обочины, останавливаемся, полностью ждем, пока проедут. Если вы уже стоите, тогда просто стоите и не шевелитесь. Вам нужно повернуть направо, но у вас горит красный. Нету знака запрещающего поворот направо, соответственно, вы поворачиваете. Пропускаем всех пешеходов, пропускаем всех тех машин, которые едут с той стороны, и спокойно поворачиваем на красный. Если вы будете ждать зеленый на экзамене, пока загорится зеленый, и стоять на красном, не поворачивать направо, это засчитается вам как ошибка. Но также есть перекрестки в Америке, на которых направо поворачивать нельзя. В таких случаях стоит знак No Turn On Red, либо, вот как в данном случае, стрелка зачеркнутая и On Red, то есть нельзя поворачивать направо. Соответственно, мы стоим на таких поворотах и ждем, пока загорится зеленый свет. Поворот налево, когда есть стрелка. Тут все просто, ждем, когда будет зеленая стрелка, и поворачиваем. У нас поворот налево, без стрелки поворот. Соответственно, здесь делаем так же, как и в России, ждем, пока загорится зеленый. Пропускаем всю встречку и поворачиваем налево. Загорелся зеленый, мы выезжаем примерно на середину. И в России обычно мы выворачиваем руль и ждем, пока проедет вся встречка. Вот в Америке так нельзя делать. В Америке нужно держать руль прямо и ждать, когда проедет вся встречка, и только потом поворачивать. Почему нельзя поворачивать руль, как у нас в России, вывернуть и ждать? Это делается в целях безопасности. Такой маневр запрещается, потому что, как считают в Америке, если вы вывернете руль, и сзади вас кто-то въедет, то тогда вас выкинет, то есть вас толкнут сзади, и ваша машина поедет на полосу встречного движения, где подхватит встречный поток. И это будет гораздо больше повреждений, гораздо более опасно, чем если бы вас машина толкнула, у вас колеса смотрят прямо, и вы просто прямо прокатились бы. Еще одна очень важная часть, ребята, это велодорожки. На велодорожку наезжать нельзя, если наехали, то автоматически не сдал. И как поворачивать направо с велодорожки, тоже такой тест вам будет. Вот велодорожка. В том месте, где она начинает становиться не сплошной, а прерывистой, мы пропускаем все велосипеды, перестраиваемся на нее, и только после этого поворачиваем направо. Так делать правильно. Если сделаете не так, будет ошибка. Обязательный пункт в экзамене будет это движение задним ходом вдоль бордюра. У меня он был. Как это делается? Вас просят остановиться и сдать назад какое-то расстояние. Проехать 10-15 метров достаточно. Вы должны проехать вдоль бордюра вот этого и проехать, не наехав на него. Если вы наехали на него, автоматически не сдали. Движение задним ходом делается обязательно с вашим таким разворотом. Вы кладете руку за сидение, где сидит экзаменатор, разворачиваетесь, смотрите так, и сдаете задним ходом вот таким образом. Но фишка в том, что когда вы так смотрите на дорогу, вы не видите, как вы едете относительно бордюра. И только это зеркало позволяет точно видеть, как вы едете относительно бордюра. Параллельно или нет. Соответственно, как делал я? Я поворачиваюсь сюда, экзаменатор поворачивается, смотрит на дорогу. И я телом туда повернут, а сам смотрю в это зеркало и сдаю потихонечку назад. И таким образом вы ненавидите на бордюр. А еще, ребята, здесь довольно непривычные перекрестки в США. То есть, вот как у нас в России. Есть стоп-линия, здесь светофор, сверху светофор основной, тут дублирующий. И мы как бы останавливаемся возле светофора на стоп-линии. В Америке же все светофоры на той стороне дороги, то есть вон там. И, соответственно, у меня была пару раз такая ситуация, когда я останавливался возле дальней стоп-линии на той стороне дороги. И американцы, которые ехали оттуда, такие, подъезжают ко мне, а я им дорогу перекрыл. Они такие, ты что делаешь? И вот в этом плане, конечно, было немного непривычно первое время. Ну и на этом у меня для вас все, ребята. Желаю вам удачи на экзамене, сдавайте вождение, получайте американские права. И, кстати, ребята, рубрика «Розыгрыш подарков» теперь будет всегда в конце видео, потому что она не всем вам интересна. Она будет сразу после моего прощания. Вам большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, ребята. И до встречи в следующем видео, ребята. Пока! А теперь разыграем наш кошелек от Кевин Кляйн. И есть такая примета, что нельзя дарить пустые кошельки, поэтому я в него положу новенький хрустящий доллар, как говорится, на удачу, и чтобы деньги водились. А еще у меня есть тут несколько монет 25-центовых, они от разных годов. Это у нас от 65-й год, 73-й, 74-й, 81-й. И эти монетки – это не раритет, это обычная деньга, которая в обороте сейчас, и которой можно расплачиваться везде. И также бывают монетки постарше этих. Для меня, человек из России, видеть такие деньги, мягко сказать, непривычно, потому что в России периодически делают девальвацию рубля, и деньги меняются каждые несколько лет. А тут деньгам по 55 и более лет. И вот это, я считаю, пример настоящей стабильной экономики. И я положу победителю также в кошелек, ну пусть, ну вот монетку 74-го года, для того, чтобы у вас деньги не только водились, но и стабильно водились. Давайте выясним, кому же достанется этот кошелек. Выбрали наше видео, выбираем все комментарии, призовых мест у нас одно. Один кошелек, старт, собираем данные, сейчас он соберет. Рандомайзер выбираем. Сгенерировать. Так, победитель Игорь Заяц. Давайте проверим подписку. Да, он подписан, лайк, лайк поставил, комментарий, хочу кошелек, разыгрывай дальше. Ну, Игорь, раз хочешь, кошелек твой. Ну что ж, поздравляем победителя, я тебе под твоим же комментарием, а попрошу скинуть мне контакты, как с тобой связаться, чтобы отправить тебе твой подарок. Победитель органайзера от Mercedes-Benz, который мы разыгрывали давным-давно, так до сих пор и не вышел со мной на связь. Надеюсь, что с ним все хорошо. И подожду его еще неделю, если он так и не объявится, будем дальше думать, что делать с его подарком. Поэтому, если вы, ребят, принимаете участие в розыгрыше и хотите что-то выиграть, поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, чтобы ваш подарок не ушел от вас. В прошлом ролике было очень много комментариев о том, чтобы я разыграл еще один кошелек для вас. Я это сделаю, но не сейчас. Будем немного чередовать подарки. И сегодня я для вас приготовил кое-что другое. Сегодня я для вас хочу разыграть тамблер от Starbucks, но это не обычный тамблер. Это тамблер с символикой города ангелов. Вот смотрите, здесь изображены разные картинки, которые ассоциируются у всех людей с этим солнечным городом. И такого тамблера 100% нет ни у кого в России. И когда вас спросят, откуда у вас эта штука, вы скажете, мой друг живет в Лос-Анджелесе. И просто прислал мне подарок. Что нужно сделать, чтобы забрать этот тамблер? Все просто. Ставим лайк этому видео, подписываемся на мой канал и пишем любой комментарий. Либо напишите, может быть, еще какие-то есть идеи, какой подарок из Америки для вас разыграть. Удачи вам, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!